Губернатор края Олег Кожемяков в понедельник 3 июля встретился с юными жителями новых регионов России. Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик. Ребята приехали во Владивосток для участия в первых международных спортивных играх «Дети Приморья». Встреча главы региона и начинающих спортсменов прошла в дружеской, непринужденной обстановке. Олег Кожемяков рассказал ребятам о Приморье, узнал их впечатления от Владивостока и выслушал отзывы о соревнованиях. Ответил на вопросы. Для нас тоже, для приморцев это большой и радостный праздник спорта, когда вы приехали с тех территорий, где у многих приморцев мужчины, братья, родные, мужья воюют и отстаивают непосредственно и территориальную целостность, отстаивают и свободу. Вот, то есть, поэтому для нас это близко и приезд детей с этих территорий, с Донецка, Луганска, Запорожья, Херсона. Это такая, как весточка от своих родных парней, это как привет оттуда. И они еще более отчетливо понимают, кого они защищают ради, кого они там проливают свою кровь. Поэтому здесь, безусловно, вы почувствуете, что искренняя теплота идет от каждого жителя Приморского края, от каждого человека и абсолютно вам здесь рады, как родным своим детям. И мы, конечно, постараемся со своей стороны показать вам как можно больше все, что есть интересное в нашем крае. По словам Олега Кожемяка, в крае продолжат проводить международные спортивные игры «Дети Приморья». А значит, у ребят из разных территорий будет возможность еще раз увидеться, завести друзей, прокачать свои спортивные навыки и проникнуться далеким для них дальневосточным регионом. Мы, конечно, будем устраивать не только летние игры, мы будем устраивать и зимние игры. Это и хоккей, это и фигурное катание, это и лыжные гонки. Поэтому там, где это есть, нужно делать. Ничего страшного, если нет навыков по этому виду спорта. Он и приобретается, в общем-то, как раз в период таких соревнований. Но на роликах там можно каким-то образом тренироваться. Там, где нет снега, достаточно километровую дорожку найти, чтобы по кругу лыжеролерную трассу посмотреть, использовать. То есть мы будем шире популяризировать плавание, греблю. Это виды спорта, которые мы не включали сейчас в проведении этих соревнований. Только в силу того, что не все, не все могут, субъекты, не все регионы могут выставить команду по греблям, по различным видам плавания. Вообще Владивосток это, конечно, город гребли, город регат. У нас много олимпийских чемпионов. Я думаю, что это тоже для ребят было бы интересно. И на следующие игры обязательно нужно подготовиться. То есть, ну, как говорится, выступить, не побояться. Важной частью мероприятия стала церемония подписания соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Министерством физической культуры и спорта Приморского края и Министерством молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.